Библейский портал экзегет.ру представляет В самой середине книги Судей, или как я ее назвал, книга Вождей в своем переводе, есть 11 глава, сейчас для портала Экзегета ее и прочитаем. Вот она, мне кажется, самая удивительная в этой книге. Она такая по-настоящему трагичная. Вообще книга Судей очень простой сюжет. Израильтяне грешат, Господь дает их в руки с окрестных народов, они молятся Господу, перестают поклоняться языческим богам, он посылает кого-то собрать вокруг себя ополчение израильтяна, отбить нападение врагов. После этого или после смерти этого героя, судьи или вождя, на самом деле, скорее вождя, все продолжается по-новой. 11 глава такая удивительная, в каком отношении. Вот мы читали в 9-й истории о Вемелаха такого бандита с большой дороги, который убил своих братьев и стал царем. Ну, он, понятно, какой человек. А вот 11 глава дает еще один пример дикости, еще один пример неоправданной жестокости, но вовсе не потому, что человек хочет править. Когда человек борется за власть, он действительно делает страшные вещи. Или когда он денег хочет добыть. Ну, здесь такой истории нет. А вот здесь он вроде бы Богу хочет угодить. И все равно делает страшную вещь. То есть времена дикости, времена, когда израильтяне, в общем-то, не понимают, как им со своим Богом обойтись. У них есть, может быть, даже и горячее желание ему поклоняться. Да вот нету навыка это делать как-то так, чтобы это не вызывало жертвы разрушения. Ну, прочитаем эту главу. Ефай из Галаада был могучим богатырем. Его матерью была блудница, а отца звали Галаад. Галаад здесь это и имя человека, и местность, в которой он живет. Ну, бывает. У Галаада были сыновья и от жены. Когда они выросли, то прогнали Ефая. Понятно, блудница, ну, то есть с ней он прижил, ребеночка, а есть еще и жена, поэтому, конечно, ребеночек отблудится. Хотя он ни в чем не виноват, но он считается незаконно рожденным. Он такой, побочный, да. Прогнали Ефая, сказав ему, не будет тебе доли в наследство нашего отца, ведь ты рожден чужой женщиной. И Ефай оставил братьев, поселился в земле Тов. К нему приходили изгнанники, и так у него собрался целый отряд. Ну, то есть люди такие маргинальные, такие были всегда. И в древности у них даже свои названия были. Или там Шасу, например. Но это не из Библии названия, из разных ближневосточных источников. Вот кому некуда пойти, идут казаковать. Как это потом называлось на Руси. То есть гулять в чистом полюшке и в основном грабить проезжих и прохожих. И иногда и местное население. Делать-то больше нечего. Настало время, когда аманитяне начали войну с Израилем. Это в прошлой главе описано. Они там закончили в прошлой главе тем, что задается вопросом, кто победит, кто нас поведет на бой с аманитянами, тот и будет нами править. Ну а тут уже готовый такой боевик во главе своего отряда. Тогда старейшины Галадские отправили землю Товзе и Ефаем. Они сказали Ефаем, вернись и будь нашим вождем в войне с аманитянами. Ефай ответил на это старейшинам Галадским. Драсьте, вы не сами отвергли меня и сгнали из отеческого дома. Зачем вы пришли ко мне теперь, когда случилась с вами беда? То есть все понятно, пока все хорошо, ты незаконно рожденный какой-то урод для нас, мы с тобой вообще не хотим дело иметь. А когда пришла беда, о, крутой богатырь, давай, выходи, сражайся. Очень часто мы ценим других людей только, когда нам от них что-то конкретное нужно. И мы понимаем, что они дадут. Старейшины Галадские тогда сказали Ефа, для того мы и пришли к тебе теперь, чтобы ты отправился с нами на войну с аманитянами, возглавив и нас, и всех жителей Галад. Будь аж нашей главой. Но Ефа переспросил старейшин Галадский, а если я и впрямь пойду с вами на войну с аманитянами и дарует мне Господь победу над ними, то останусь ли я вашим главой, сын блудница? Его с детства этим в глаза обзывали, и тут друг им говорит, стань нашим главой. А вы точно уверены, что вы этого хотите? Мы заключаем с вами соглашение? Старейшин Галадский заверил Ефа, да будет свидетелем между нами Господь, что все мы сделаем по слову твоему. Чего только не пообещаешь ради избавления от опасности, да? Ефа отправился со старейшинами Галадскими, и народ сделал его своим главой и военным вождем. Меж тем Ефа повторил свои условия пред Господом в Мицпле. Пред Господом, значит, там было святилище, и вот он перед лицом Бога. Ефа тоже молодец, он понимает, как оседлать волну, да? Как поймать момент, вот сейчас он может, открылось окошко возможностей, больше может во всю жизнь не откроется. Потом Ефа отправил послов к царю Аммонитян с такими словами. А вот еще, Ефа умный человек, он понимает, что не всегда нужно воевать, что иногда проще разойтись миром. С такими словами, что тебе до меня? Зачем ты пошел войной на мою землю? Царь Аммонитян так и ответил послам Ефа. Израиль на своем пути из Египта захватил мою землю от Арнона до Ябока и Ордана, так что верни мне ее, и будет мир. Идет речь про то, что израильтяне, когда вторглись в Ханаан, они прошли по этому пути, и, ну, соответственно, он говорит, вы мою территорию забрали, а Ефай хорошо помнит историю, вот это мир, где все знают, кто откуда. И снова отправил Ефай послов к царю Аммонитян с такими словами. Вот что говорит Ефай. Не захватывал Израиль земли у Муавы или у Аммонитян. В идее из Египта направился Израиль через пустыню к морю Тростниковому, дошел до Кадеша, потом отправил Израиль послов к царю Идомскому, чтобы попросить развлечения пройти по его стране, но не стал слушать царь Идомский. И к царю Муавскому отправил он послов, но и тот не согласился, так что Израиль остался в Кадеше. Он прошел через пустыню, обходя страну Идомскую, страну Муавскую, а потом с восточной стороны подошел к Муавской стране и стал лагерем на другом берегу Арнона. Но в пределы Муава он не вторгался, ведь Арнон — граница Муава. Как всегда, пограничные споры. Эта земля всегда наша, нет — наша. Потом Израиль отправил послов к Сихону Амморейскому, царю Хишбона, и попросил разрешения пройти через его страну к цели своего пути. Но Сихон собрал свое войско, встал лагерем в Яхеце и сразился с израильтянами. Господь Бог Израилев предал Сихона и его народ в руки израильтян, так что разгромили их израильтяне, захватили всю ту страну, а прежде в ней обитали Амории. Они владели всей Марийской землей от Арнона до Ябока и от пустыни до Иордана. Так что это Господь Бог Израилев изгнал Амориев ради своего народа Израиля. Где же тут твое владение? Ты владеешь тем, что предал себе Кемош, Бог твой. И мы владеем землей, которую очистил ради нас Господь наш Бог. То есть, да, эту землю мы захватили, но, во-первых, не у тебя, не у твоего народа. А, во-вторых, ее нам отдал Бог. Интересно, что Ефай говорит этим самым царем Амонитян, в общем-то, так же, как его боги, так же, как говорит о своем. Кемош, Бог твой передал тебе земли, и ты ими владеешь. То есть, для израильтян, действительно, судя по всему, это было абсолютно нормальным утверждением, что богов много, мы поклоняемся нашему. Но не отрицаем, на тот момент не отрицали они того, что есть еще и другие. Вот путь от язычества к высотам единобожия, он очень не просто тернистый. Может быть, первая ступень, это богов много, мы поклоняемся одному. И потом уже постепенно богов много, но только наш Бог сотворил небо и земли. И, наконец, бог один, это и есть наш бог, а все остальные не боги. Вот здесь они стоят еще на одной из низких ступеней этого пути. Хотя и сегодня все ли поднялись на высокие. Чем же ты лучшего лака сына цепора, царя Мавицкого? Рождовал ли он с Израилем, воевал ли с ним? Израиль живет в Хышбоне с окрестностями, в Руэре с окрестностями и прочих селений Хуарнона вот уже три сотни лет. Что же вы раньше не требовали их себе? Да, обычная история международных отношений. Кто-то говорит, эти земли исконно наши, а мы тут уже триста лет живем. Что вы, где вы раньше были? Ничем я не провинялся пред тобой, а ты причинишь мне зло, ведя на меня войной. Да рассудит и не Господь сынов Израилевых и сынов Омона. Но не стал царь Манитян слушать слов Иефаи, которые передали ему послы. Вот прекрасный пример древней дипломатии, что Иефаи очень на самом деле такой осторожный, вдумчивый, трезвый человек. Он не идет на войну сломя голову, он пытается выяснить, какие претензии есть у врагов. По пунктам разбирает, что эти претензии несостоятельны. Говорит, давай будем жить мирно, но если не хочешь, то значит Господь нам поможет, потому что мы правы в этой войне. Ведь бывает и не правы. Сошел на Иефаи до Господень и прошел Иефаи по Галааду и по землю Манасии, побывал в Митспе Галаадской, оттуда направился к Амонитянам. Тогда Иефаи дал Господу обед. А Ифаю, конечно, страшновато идет на войну. Удастся ли ОМОН, большая страна, большое войско собрала. Как все выйдет? Дал Господу обед. Если ты придашь в руки мои Амонитян, то первое, что выйдет из ворот моего дома, когда я буду возвращаться назад с победой над Амонитянами и станет Господним, я принесу его в жертву всесожжения. Коровка, овечка, барашек, мало ли кто. И пошел Иефаи войной на Амонитян. А Господь предал их в его руки. Он нанес им мощное поражение, преследует их от Аруэра до Минитой, захватив двадцать селений вплоть до Авель Керамима. И так были уничтожены Амонитяне перед сынами Израилевыми. Унижены Амонитяне перед сынами Израилевыми. То есть вы говорили, что ваши мы захватили. Ну, раз вы хотите, чтобы мы воевали, ваши немножечко все-таки и захватим. А вот дальше печально. Иефаи возвращался в свой дом в Мицпу, и вот навстречу ему выходит его дочь, танцуя под звуки бубна. Понятно, вышло папу поздравить со славной победой. Кроме нее не было больше у Иефаи ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, то разорвало свою одежду и закричало, «Дочь моя, какой ты нанесла удар, вышло, что и ты несешь мне беду, ведь я дал Господу обещание, и не могу отменить его». Она отвечала ему, «Отец, если ты дал обещание Господу, поступи со мной, как ты и обещал, ведь Господь через тебя отомстил твоим врагам Амонитянам». И вот что еще сказала она отцу, «Только одно сделай для меня, отпусти меня на два месяца, я пойду на холмы и стану там оплакивать свое девичество вместе с подругами». Такое прощание с жизнью. Он согласился отпустить ее на два месяца, и она на холмах оплакивала вместе с подругами свое девичество. Когда прошли эти два месяца, то она вернулась к отцу, он исполнил над ней свой обед. Мужа она так и не познала. Но он перенес ее в жертву, да, зарезал и сжег на алтаре. «Повелось в Израиле с тех пор, что на четыре дня в году девушки израильские ходили поминать дочь Иефа из Галаада». Ну что же он такой был неосмотрительный. Понятно, когда он давал обет, он имел в виду не человека, а животное. А вышла дочь, так получилось. Неужели нельзя было перечеркнуть вот такое понимание обета, слишком буквально, Богу не угодно человеческие жертвоприношения. И 11 глава нигде не говорит, что Господь его к этому призвал, что Господь одобрил, Господь принял его жертву. Нигде, хотя обычно говорится, что жертва была угодна Господу и так далее. И мы знаем историю Авраама, который приносил жертву своего сына Исаака, но Господь не дал ему это совершить, сказав, что мне такая жертва не нужна. Почему же Ефай так прямолинейно подошел? А вот смотрите, очень осторожный и вдумчивый человек международной политики и в вопросах религии оказался фанатиком. Кто такой фанатик? Это не плохой человек, это не безумец, который бегает и всех убивает. Это человек, который, не рассуждая, следует букве. И для которого вот это буквальное понимание каких-то священных слов важнее, чем жизнь любого, даже своей дочери. Вот буквальное понимание своего обета он поставил выше всего, выше любви к дочери, выше здравого смысла, выше представления о Боге. А может, и представления о Боге у него были очень примитивные. Может быть, он видел единого Бога жестоким таким могучим существом, которое сидит и ждет там, чтобы ему посочнее барашка, помоложе девушку зарезали, первый сорт. Вот, мне кажется, часто фанатизм религиозный рождается от примитивных представлений о Боге, о том, что Богу угодны некоторые вот такие очень земные и очень кровавые, на самом деле, вещи. Вот ради там торжества идей, ради торжества нашей правой веры, ради торжества нашего такого священного сообщества и так далее. Вот и Евфай пошел по этому пути. Интересно, что книга вождей или судьи не скрывает эту историю. Я бы скрыл, если бы такая история случилась вот где-то с моими близкими, потому что это трагедия, потому что зачем это расковыривать, зачем показывать, что вот у нас, знаете, такие бывают фанатики. Да нет, книга, как вообще вся Библия правдива, она описывает очень подробно и конкретно, как живет человек. Эти примеры становятся либо для подражания, либо, наоборот, для избегания чем-то очень значимым. И главное, что она дает мотивировки. Вот как человек до такого доходит? Неосторожный обет, а потом неготовность пересмотреть свое собственное слово, сказать Богу, Господи, я что-то как-то не точно сформулировал. Ты же не хочешь жертвоприношения людей? Давай подождем, пока барашка или коровка не выйдет следом. Ну и Фай на это не пошел. А как были подведены итоги его войны? Это следующая 12 глава. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok